Здравствуйте! В эфире программа «Протоколы». С вами я, ее ведущий, Эдуард Прокопьев. Смотрите в этом выпуске. Полисы ОСАГО. Какие изменения вступили в силу в этом году? Я думаю, скорее всего, для пожилых, для возраста будет лучше съездить и оформить. Звонки на волю. Альмитинский городской суд вынес приговор заключенному, занимавшемуся телефонным мошенничеством. Хочу только извиниться. Жаль, что здесь нет больше никого. Сообщение о бомбе оказалось сложным. Неудачная шутка школьницы обернулась уголовным делом. Она не задумывалась о последствиях и сообщила, что в данной школе заложена бомба. С 1 января в Россию вступили в силу важные изменения в закон об ОСАГО. Одно из самых главных – обязательное введение электронного полиса ОСАГО. Онлайн-продажи полисов ОСАГО с 1 января стали обязательными для страховщиков. Только за первую неделю года было продано 17 тысяч электронных полисов. В 15 раз больше, чем год назад. Однако в Центробанк уже посыпались жалобы клиентов. Как говорят сами страховщики, автовладельцы недовольны сложностью заполнения множества полей, интернет-заявков и техническими ошибками на сайтах. На обзор за исполнением страховых компаний своих обязанностей ведет Альмитевская городская прокуратура в постоянном взаимодействии с Центробанком Республики. В случае, если оформление электронного полиса ОСАГО будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обязаны незамедлительно информировать об этом Центробанк Российской Федерации. Также ЦБ установил штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн. Чтобы заключить договор онлайн, нужно завести личный кабинет на сайте страховщика, заполнить заявление и оплатить полис банковской картой. После этого страховая компания направляет клиенту полис по электронной почте и размещает его в личном кабинете на сайте. Потом его можно распечатать, чтобы показать инспекторам ГИБДД. Мы решили узнать реакцию на новые правила альмитевских автолюбителей. Я думаю, скорее всего, для пожилых, для возраста будет проще съездить и оформить. Молодые, конечно, более продвинутые. Лучше через сайт, наверное, конечно. Электронную. Вообще все электронное предпочитаю. А что, как-то упростит работу? У нас, наверное, ничего не упростит. Изменения также коснулись расчета ОСАГО. Теперь злостным нарушителям-автовладельцам придется существенно доплатить за свои грехи. В 2016 году Минфин внес в проект поправок закону об ОСАГО 10-й повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений ПДД водителя. Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в три раза. Стоит отметить, что многочисленные нововведения существенно усложняют расчет цены страхового полиса. С этой целью практически все российские страховые компании в 2017 году предоставляют такой сервис, как калькулятор ОСАГО. Данный сервис позволяет быстро и точно посчитать стоимость страховки на основе нескольких основных критериев. Для определения точной цены автовладельцу необходимо указать регион регистрации транспортного средства, его категорию, объем двигателя, число водителей, имеющих право управления транспортным средством, число страховых случаев и аварий автовладельца за несколько предыдущих лет, возраст и водительский стаж автовладельца, срок оформления полиса, форма собственности транспортного средства. Помимо вышеперечисленных данных, калькулятор расчета страховки также требует указания места прописки владельца транспортного средства и числа ранее подписанных договоров, если таковые имеются. Стоит отметить, что окончательная сумма страховки может быть не совсем точной. Стоимость оформления полиса также зависит от выбранной страховки компании и возможных дополнительных услуг. Но в любом случае подобный онлайн-калькулятор является удобным инструментом, позволяющим сравнить полученную цену со стоимостью, которую объявил страховщик. В прошлых выпусках мы неоднократно рассказывали вам о телефонных мошенниках, которые предстали перед судом. Но на смену одним приходят другие. К счастью, жители Альметьевска становятся более бдительными, и из 12 попыток на удочку мошенника попался лишь один человек. Подробности дела прямо сейчас. На скамье подсудимых 27-летний заключенный, уроженец Узбекистана, отбывающий наказание в настоящее время за кражу. По материалам следствия, с апреля по май он совершал звонки на домашние номера жителей Альметьевска, выбирал их путем случайного набора. Когда потенциальная жертва брала трубку, мужчина рассказывал историю о том, что их родственник попал в беду и теперь должен заплатить крупную сумму. Умело меняя голоса, он убедительно играл роль и самого родственника. Эти деяния попадают под действие части 2 статьи 159 Уголовного кодекса. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Стоит отдать должное горожанам, в большинстве случаев они действовали разумно и на удочку мошенника не попадались. Для этого им всего лишь нужно было позвонить своему родственнику и убедиться, все ли с ним в порядке. Из 12 звонков лишь в одном случае злоумышленнику удалось заполучить деньги – 13,5 тысяч рублей. Посредника для передачи денег он нашел, воспользовавшись службой такси. Кроме того, еще до заключения в послужном списке мужчины две кражи. То есть обвинение ему выдвинуто еще по одной статье. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Свою вину подсудимый полностью признал, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. По месту отбывания наказания мужчины характеризуются отрицательно. Отягчающим фактором суд счел и рецидив преступления. В итоге путем частичного сложения наказания суд вынес приговор. Шесть лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Это не первый случай, когда мошенники орудуют из мест лишения свободы. В прошлом году городской суд уже выносил приговоры телефонным мошенникам, совершавшим аналогичные преступления. Находились они в Самарской колонии. Новогодние каникулы напряженное время для городских служб и правоохранительных органов. За период новогодних и рождественских праздников дежурную часть отдела МВД России по Африческому району поступило 445 сообщений о правонарушениях и преступлениях. Об этом на совещании с городским активом сообщил начальник отдела полиции Дамир Гарипов. Зарегистрировано 26 преступлений, из которых два тяжкой и особой тяжкой категории. В основном это кражи, побои и угроза убийства. Общая раскрываемость преступлений составила 92%. Раскрываемость тяжких преступлений – 100%. Наибольший резонанс в социальных сетях вызвал эпизод произошедшей в ночь, а именно в чужом гараже, заработного жителя Альметьевска, началась дежурная часть отдела МВД России. По Альметьевскому району поступило сообщение о том, что возле одного из домов опознать свое имущество, как молодыми людьми причастны к задержанным гражданином, который перерос с дракой фактом. Получив сообщение, следственная оперативная группа выехала на место происшествия, где по горячим следам были задержаны двое малолетних людей в возрасте 23 и 28 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 УК РФ, а именно умышленное впечатление тяжкой раздоровью, опасного для жизни человека. В настоящее время ведется следствие. До этого нам пришлось праздникам со средствами массовой информации, слоев пострадавшим гражданам прийти в львиной доли из которых повышенное объявление в состоянии алкоголево-опьянения и распитие спирта с тяжкой бытовой преступностью. В результате, проводимых мероприятий, были... Первый учебный день в новом году отметился происшествием в 15-й школе. Учащихся и весь персонал пришлось эвакуировать. Все из-за сообщений о заложенной бомбе. 9 января в 13.46 по телефону 112 позвонила неизвестная и сообщила о заложенной бомбе. На место незамедлительно выехали все экстренные службы города. Специалистом-кинологом с собакой был приведен осмотр здания школы. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Для установления личности злоумышленницы полицейскому понадобилось около 20 минут. Уже во время эвакуации сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Альметьевскому району установили, что звонившая ученица 8 класса этой же школы. Инспекторам по делам несовершеннолетних ученица рассказала, что во время 7 урока она взяла оставленный без присмотра сотовый телефон одноклассника и набрала номер 112. Услышав голос оператора, она, не задумываясь о последствиях, сообщила, что в данной школе заложена бомба. Так сообщает портал МВД Республики, в настоящее время возбуждено уголовное дело. Изъято аудиозапись звонка. Стоит отметить, что уголовная ответственность за данные преступления наступает с 14 лет. На этом у нас все. С вами был Эдуард Прокофьев. До встречи ровно через две недели. Редактор субтитров А.Семкин